В сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут и во главе этих процессов Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО. Вот если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет. Их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она не подконтрольна обществу, отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Мы об этом неоднократно говорили. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Верная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируемая. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно. На прошедших в США выборах по почте проголосовало 65 миллионов человек. Это 40,6% от принявших участие в голосовании. 35 миллионов 21,9% пришли на избирательные участки в период досрочного голосования, который в разных штатах, подчеркиваю, составляет от 4 до 45 дней. Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандартам. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании. Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан. Сегодня правильно было бы дать не только оценку произошедшему, но и проанализировать сложившуюся ситуацию. Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого вражда, развязанная по всей стране. Многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это приобрело исключительно острый и опасный для обеих сторон характер. Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой. В данном случае сторонников уходящего президента. Мы всегда были против этого. И считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США, привела к штурму парламенту и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных неконституционных действий. А Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела. В Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, Азии, Африке, Латинской Америки и везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами. Вашингтону придется признать, либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды. Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Сама их перечеркнула. Коллеги, вздумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев и его сторонников, лишили фундаментального права, свободы слова. Им заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети. Почему решение это произошло? Может быть по решению суда? Нет. А должно быть по решению суда. Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? Особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности. Совершенно очевидно, что происшедшие требуют оценки международных организаций. Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной Думе решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными? Уважаемые коллеги, мы должны защитить это право от посягать со стороны иностранных государств. Как бы им не хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне. Спасибо вам.